В эфире телеканал ННТ новости Дагестана. В студии Лориана Шмихолаева. Здравствуйте. И в начале короткий анонс. Факты коррупции в работе Управлений соцзащиты недопустимы, о чем еще говорили на встрече главы Минтруда и курирующего вице-премьера с коллективом УСЗН Дербенского района. Смотрите через минуту. Мустанг на благое дело. Дагестанский военнослужащий пожертвовал личное авто на нужды мечети. Самая красивая девочка России. Четырехлетняя махачкалинка покоряет интернет-пространство. Директор и сотрудники муниципального казенного учреждения «Махачкала-продукт» подозреваются в коррупции. По результатам проверки возбуждено шесть уголовных дел. Следствие установило, что с сентября 2021 по февраль 2022 года директор и заместитель данного учреждения ежемесячно через специалиста получали взятки от сотрудников общеобразовательных организаций «Махачкалы». При этом поставка продуктов по заявкам осуществлялась без проверки запрашиваемых объемов. Среди сотрудников Управлений соцзащиты встречаются люди, не совсем соответствующие данной работе. Об этом заявил вице-премьер Абдурахман Махмудов во время рабочей поездки в Дербенский район с главой профильного ведомства. Основная задача Минтруда и подведомственных организаций – это обеспечить качественное обслуживание граждан. В приоритете оказание помощи маломобильным гражданам, инвалидам, участникам СВО и их семьям. По всем фактам ненадлежащего внимания к проблемам людей будут приняты соответствующие меры реагирования. «К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что честности мало ли мало. Выясняется, что человек все-таки формально выполняет свои обязанности, не исполняет те должностные и функции, которые на него возложены. Очень много правильных. С учетом того, что была начата оптимизация в нашей структуре, оптимизация именно полейник-эксессион, некоторым работникам пришлось уволиться. Есть жалобы, письменные, устные обращения. Мы по каждой ситуации будем разбираться». Военнослужащий участник СВО Ибрагим Халил Гаджиев преподнес ценный подарок мечети по проспекту Акушинского. Свой любимый автомобиль он решил отдать на нужды религиозного учреждения. В знак благодарности Ибрагим Халила пригласили на встречу в Муфтият Республики. Продолжение темы – Хамзанур Магомедов. Мысль пожертвовать автомобиль для мечети сержанта Ибрагим Халилу Гаджиеву пришла во время пятничной молитвы. Он увидел, что стоят опалубки, ремонтные работы не завершены. И не раздумывая, передал автомобиль мечети на проспекте Акушинского. «Пока мне Аллах дал такую возможность, почему бы я его не сделал, и решил, потому что наш Муфтият сколько подержит, помогает нуждающим. Алхамдуллах, что есть такие у нас, суки нуждающие, они помогли. И я тоже хотел какой-то вклад, какую-то пользу принести в нашу религию. Алхамдуллах, я очень рад. Не чуточки, не, как сказать, люди, когда что-то дают, дарят, какое-то сожаление, может, бывает, или они о чем-то там плохом думают. Это когда думается, а чувство сердца ради Аллаха, брат, у тебя этого не бывает. Это точно, если я увиделся в этом. Алхамдуллах, я доволен, брат, потому что, если мы, что Аллах будет доволен, нам и сами. Владеть мустангом было давней мечтой Ибрагим Халилу Агажива. Однако желание помочь мечети оказалось сильнее. Как отмечают его товарищи, вначале никто и не знал, куда делась его машина. В здоровом образе, говорю, мы не делаем ничего, а люди воевали, приехали, говорю, там, как-то, что-то, кто-то меня выделил, он тут оказал помощь мне. Хотя я там рядом живу, в этой мечети. Там бывает, ну, честно скажу, у меня голова и сердце должны поработать делать. Ну, сегодня то, что Ибрагим Халилу для меня, для других, это урок. Очередной мужественный поступок отметили в Муфтиате Дагестана. Сержанта поблагодарили за проявленную щедрость и вручили памятный подарок. Очень приятно стало. Раньше вы тоже очень много мужественных поступков делали, и вся республика, вся страна знает это. И сейчас тоже, с вашей стороны, я считаю, что это очень такой мужественный, достойный поступок, который вы совершили. В книгах говорится, например, щедрость, это такая вещь, щедрый человек, это тот, который, как мысль ему приходит, что-то расходует, он сразу расходует. Как я слышал, вот так, вы тоже увидели, что стройка идет, мечеть, просто увидели, не стали даже кого-то ждать, вот так, отдали это на пути Всевышнего Аллаха, пусть Всевышний Аллах примет, чтобы в судный день, в самый нужный момент вы это нашли, что-то. Сейчас Ибрагим Халил Гаджиев находится в Дагестане, в кругу близких и родных. Вспоминая время своего пребывания в зоне специальной военной операции, сержант говорит, что боялся только одного. Для меня очень, чего я боялся, и последний, брат, побоялся того, чтобы они хоть в нашу сторону чуть-чуть прошли. Вот страх единственный, чтобы этого не случилось, мы и последний, отдаем жизни нашим братьям, мужчинам, которые там есть, на охране, да, они делают свою работу. Единственный страх был, чтобы они сюда вернутся, и вот больше ничего не было. Но мы уверенно знаем, что победа за нами, там, где правда, там есть победа. Дагестанцы стали больше ездить на поездах. В 2022 году рост пассажирпотока составил почти 25%, сообщает Минтранс Дагестана. По итогам 11 месяцев железнодорожным транспортом воспользовались 1 миллион 722 тысячи пассажиров. Акции по посадке деревьев в этом году будут проходить в каждом муниципалитете Дагестана. Об этом заявил председатель правительства Абдул-Муслим Абдул-Муслимов на встрече в Комитете по лесному хозяйству республики. С коллективом ведомства обсуждались итоги реализации национального проекта «Экология», мероприятия по сохранению лесного фонда и многое другое. Премьер подчеркнул, что географию акций по сохранению окружающей среды нужно расширить. Хотелось бы обратить внимание, как работнику лесной отрасли на ежегодно проводим акции «Сад памяти» и «Сохраним лес». Эти акции приучают молодое поколение к бережному отношению к лесу и природе. Именно в нынешнее время, когда духовно-нравственные ценности стоят во главу всей нашей деятельности, потому что защита интересов нашего государства и вообще защита нашего государства сейчас во главу угла, это мощный положительный рычаг в воспитании подрастающего поколения. Наверное, необходимо расчистить географию этих акций, добываться внедрения этого опыта в каждом городе, муниципалитете, поселке, населенном пункте. Привлекать к этим акциям нужно людей всех возрастов, особенно молодежи и школьников. 1 февраля – Всемирный день хиджаба. С 2013 года его официально отмечают мусульманки во многих странах, в том числе и в субъектах России. О том, как к этой значимой дате подошли организаторы акции праздника платка в Дагестане, расскажет Айша Тухаева. Гор Миндо, большие красочные платки. В музее «Россия. Моя история» собралось большое количество женщин, облаченных в национальный аксессуар. В фойе хиджаб могла примерить любая желающая. Более того, надетый платок становился подарком от организаторов. – Как вам? – Большое, спасибо. – Как вам подходит? – Мне нравится. Сотрудницы женского направления отдела просвещения при Муфтиятии Республики постарались организовать увлекательное и запоминающееся мероприятие. Со сцены звучали увлекательные истории про старинные платки. Конкурс названия лучшего платка так и назывался – «Из бабушкиного сундука». – Моя прабабушка жила в 1860-1910 годах. Сами посчитайте моему платку 130 лет, потому что он из ее субъектов. Платок пота хранит и по сей день. Его отбирали в годы репрессий у ее прабабушки, но каким-то чудом платок снова оказывался в их семье. Сегодня она стоит в нем на сцене, а через час уже будет получать приз вместе со своей внучкой. Именно они со своей историей стали победительницами конкурса. – Спасибо огромное. Просто эмоции меня зашкаливают. Я даже не ожидала, что я буду на первом месте. Думала, третий, четвертый место. Я хочу поблагодарить всех организаторов этого конкурса, пожелать им крепкого здоровья, счастья. Пусть Всевышний Аллах богословит их и хранит. О платках сегодня рассказывали и читали стихи. Как уникальная и неповторима женщина Дагестана вынесли свое резюме участницы мероприятия. Оно собрало представительниц самых разных профессий из разных районов и городов Дагестана. В завершение состоялась фотосессия на фоне уникальных платков ручной работы. Четырехлетняя дагестанка стала победителем ежегодного конкурса «Самая красивая девочка России». В 2022 году в онлайн-конкурсе приняли участие более 26 тысяч девочек со всей страны от 0 до 17 лет. Среди конкурсантов – Емилия Алипулатова из Махачкалы. Она вошла в тройку лидеров в своей возрастной категории 4 года и заняла почетное третье место, получив золотой кубок и оригинальный диплом от организаторов. Эмилия набрала почти 6 тысяч живых голосов. Теперь к новостям спорта. Зураб Гаджиев выиграл профессиональную лигу армрестлинга. Турнир «Вершина-7» проходил в Санкт-Петербурге. Вступали в спор за победу рукоборцы с большим опытом и достижениями чемпионы мира и Европы. Махачкалинец Зураб Гаджиев оказался сильнее Имрана Наврузалиева из Санкт-Петербурга. Серия встреч завершилась со счетом 5-0. Дагестан в четвертый раз примет забег по горной местности. Мероприятие с участием около 2000 человек запланировано на 18 и 19 марта. Как и в прошлом году, маршрут будет проложен по населенным пунктам Куркли, Гиргебель, Ирганай и Шамиль-Калам. В прошлом году на дистанции от 15 до 120 километров зарегистрировались более 1600 любителей бега из различных уголков России. Это была последняя новость выпуска. Смотрите нас также в соцсетях и до следующих встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok